Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Добро пожаловать в город Череповец! Да, безусловно, сегодня этот город живет хоккеем и с нетерпением поклонники с севера стали, ожидали возвращения из поездки своей любимой команды. Вошли череповчанам в зону. Такая мягкая покидочка, опасный момент мог возникнуть, но шайба запрыгала, как лягушка, и не удалось укротить. Она на этот раз достается Витязю, Витязь, правда, недолго ей владел, вынужденный отходить назад хозяева льда, и тут же Владислав Превольных отправил в прорыв своих товарищей к звену. Мягкая передача, момент! Что сейчас? Что сейчас? Просто я не знаю, как Ежов достал эту шайбу, но он ее достал. Однако пришлось Моисеева отправить шайбу туда, в другой площадке, чем ответит хозяева льда. Хорошее подключение может быть. Ложный замок, бросок и вороты сдвинуты. Еще раз мы вспомним эпизод, когда неплохая контратака вначале была у череповчан, и мы этого не наблюдаем у череповчан. Вовченко сделал туда пас в среднюю зону, шайба перехвачена. Момент, и шайба в воротах, вот так вот. Вот так вот в меньшинстве Витязь забрасывает шайбу, и забросил ее Александр Дергачев. Великолепная передача. Была сделана Каспаром, да, угадившим на Дергачева, и тут не промахнулся. Много своего партнера. Вот момент, еще один. Не точно. Морозов не попадает. Еще одно подключение, бросок. Ежо в игре тут, и уже коньками выносит, и все-таки шайба. Влетает в ворота за 2 минуты и 3 секунды в ворота Витязя. В конце концов запрыгала. Кажется, все-таки автор-то. Так, Викарев здесь, ну, судя по всему последним, все-таки коснулся Егора Морозов, мне так кажется. Да. Лаванд втащил шайбу, тут же подключается Гореев. Бросок. Там добавить не удается. А вот это, внимание, выход 1 на 1. Бросок. И молодец, подъяпольский. Мы с вами у Витязя. Вот здесь вот тот самый эпизод, когда Иван Ларич выкатывался 1 на 1. Посмотрим, что же ему не хватило. Ну, может быть, чуть-чуть имело смысл как-то сблизиться и постараться Прова его обыграть. Потому что у Погиповского вообще ни одного лишнего движения. Вообще. На Камшайбе, ну, здесь нет, передачу нельзя было делать. А сюда в борьбу еще один бросок. Гол! Гол! За 2 минуты и 14 секунд до окончания третьего периода. Череповчане порадовали своих болельщиков. И вот что же. Показал нам Провольник, что защитники тоже не лыком шиты. И к пяти предыдущим передачам он добавляет сегодня пятую заброшенную шайбу. Номерает десятый результативный балл. Давайте посмотрим. Так, тут за воротами. В общем, как правил. Да, хорошо. Бросил. Ах, ну, тут 50% Петунина однозначно. Закрывал он обзор Ежуну. И, скорее всего, именно и дезориентировал у Ротаря. Чуть-чуть не поняли друг друга. Так мог состояться бросок. Александр Дергачев был близок к тому, чтобы бросить по воротам под Япольское. Но, увы, получилось так, что разрываться пришлось. И, тем не менее, прозвучала сирена, ставшая финальной.